Добрый вечер дорогие друзья, прошла еще одна неделя, мы с вами снова встречаемся. Постоянные зрители нашей программы уже заметили, какое у меня сегодня хорошее настроение. Так бывает всегда, когда в гостях у нас оказывается красивая женщина, композитор и пианистка Дина Пружанская. Дина, добрый вечер. Добрый вечер, здравствуйте. Дина, я так растерялся, когда вас первый раз увидел, я даже не знаю, с кого вопроса начать. Хотел спросить, что вы делаете сегодня вечером, потом подумал, что это будет неправильно для начала программы. Но не попадитесь на удочку. Я постараюсь. Знаете, почему я спросил, что вы делаете сегодня вечером? Потому что я попытаюсь вас сразу огорошить, но в отдел справки о вас мне сказали, что вы трудоголик. Поэтому, когда я спросил, что вы делаете сегодня вечером, я имел в виду не потенциальное свидание, от которого я, конечно, бы не отказался, а то, что вы наверняка вечером опять сегодня работаете, где-то играете, где-то пишете, где-то записываете. Потому что сведения, которые мы располагаем, они говорят о том, что вы работаете 23 часа в сутки. Это соответствует действительности или наши информаторы врут? Мне очень интересно, кто вам это сказал. Я вообще патологически ленивый человек. Я совершенно не трудоголик. Но люди, которые вам об этом рассказали, я думаю, что у них просто сложилось такое впечатление, меня спасает от лени то, что я могу очень увлечься. И, по счастью, я увлекаюсь довольно часто. И вот если я увлекаюсь чем-то, и работа у меня такова, что я увлеченный человек, то тогда, да, тогда я могу не заметить, как солнце встало и сменилось звездами и луной. Такое бывает. Когда вы говорите о том, что вы увлеклись, учитывая, что вы занимаетесь и композиторской деятельностью, и выступаете как пианистка, где больше, куда крен? К инструменту или к написанию музыки? Это очень хороший вопрос. Спасибо, я старался. Потому что это вопрос, который сейчас, в данный момент, он интересует меня. Это постоянно я жонглирую совершенно разные виды деятельности на самом деле. И, ну, я чувствую, что мне необходимо и то, и другое. И в последнее время, ну, это очень трудно все время заниматься и тем и другим одновременно. Поэтому все время идет какой-то, как вы сказали, крен. Либо в сторону композиции, либо в сторону исполнительства. В последнее время композиция побеждает. А как долго вы занимаетесь и тем и другим? Ну, вообще, мне кажется, я сочинять начала до того, как я начала играть. Тем более, что когда вы растете в музыкальной семье, мама тоже преподавательница, постоянно люди приходят, играют, концерты. То разделить это очень трудно, потому что вы владеете музыкой, и она находится в вас уже до того, как вы начинаете играть. Мне всегда казалось, что профессия пианиста и профессия композитора – это не просто разные вещи, а вещи, скорее, взаимоисключающие. Я не очень понимаю, как может человек это совмещать. И, наверное, в этом и есть какая-то неправда. Я не хочу с самого начала нашего разговора сказать что-то не то или поставить у вас какое-то неудобное положение. Отнюдь нет. Но я не очень понимаю, как молодая красивая женщина пытается совмещать композиторскую деятельность и играть. Я бы еще сказал, ничего бы не спрашивала, если бы вы играли в школе для детей или на танцах. Я знаю, что вы выступали в Карнаде Холле. Я знаю, что вы серьезная пианистка. Я знаю, что ваши произведения играют серьезные оркестры. Я знаю, что вы работали и работаете с солистами и с музыкантами Метрополитен Опера. Поскольку и то, и другое вы делаете на серьезном профессиональном уровне, здесь есть определенная загадка. А наша программа, она как бы призвана, как вы знаете, пытаться какие-то загадки разрешить. Ну, композиторов-исполнителей вообще достаточно много. И это разделение музыканта. На только исполнителей и только композиторов, оно началось относительно недавно. Потому что и Бах, и Моцарт, и Бетховен, это были композиторы, исполнители. Ну, во-первых, они все были мужчины, а во-вторых, они все уже умерли. И если вы послушаете записи Прокофьева, играющего в свои произведения, Рахманинова, играющего в свои произведения, постоянно жалующегося на то, что, с одной стороны, исполнительская деятельность ему мешает, с другой стороны, он не может без нее жить. Так что это явление и страдания по этому поводу, и явление это совмещать. Это довольно распространенное. Но мне это помогает в том плане, что, когда я пишу, я не забываю, как на это смотрит исполнитель, потому что я исполнитель сама. И когда я исполняю произведение, я отношусь иначе, к композиции, которая была написана, потому что я пишу. И мне кажется, в этом отношении это помогает. А в смысле мучений каждый раз и жутких угрызений совести по поводу того, что, да, действительно, каждая из этих областей требует полной отдачи, они постоянно присутствуют. Ну, хорошо. Более-менее будем считать, мы попытались разобраться, чем вы сейчас занимаетесь, мы к этому еще вернемся. Сейчас копнем немножко, хотел сказать, вглубь веков, потом подумал, с какой молодой женщиной, я говорю, и понял, что надо говорить как-то по-другому. Копнем на несколько лет назад. Вы родились в Баку? Да. Ну, не несколько лет назад, спасибо, конечно. Не-не-не, пожалуйста, пожалуйста, обращайтесь, когда нужно. В начале 90-х вы с семьей приехали в Израиль. Да. И что происходило в Израиле? Вы приехали туда ребенком. Да. Что происходило в Израиле? Вы стали израильтянкой. Вы учились там в школе, вы в музыкальной школе там учились, да? Да. И в школе Тель-Маэлин, это школа, спецшкола, там и образовательные, и общеобразовательные предметы, и музыкальные, школа искусств. Иврит практически стал родным языком? Да. Потому что вы в школе, да? Да, практически. А как, кстати, а как вы русский не забыли? Как это произошло? Ну, а как в Израиле можно забыть русский, если там 30% наших людей? А вас окружали исключительно ребята, говорящие на русском языке? Потому что я знаю очень многих ребят, вокруг которых были израильтяне, сабры, и которые, в общем, перешли на иврит, и русские во многом потеряли. Или говорят с акцентом. А у вас русский абсолютный? Ну, как-то, да, у меня этого не произошло. Во-первых, я говорю со своей семьей постоянно на русском. Во-вторых, нет, ребята разные. И израильтяне, и русские, и примерно количество их одинаковое. Но литература и общение с людьми не дают этого забыть. Я очень этому рада. Сколько лет вы уже в Нью-Йорке? Шесть. Почему вы уехали из Израиля? Вы знаете, у меня была такая инфантильная даже не мечта, а непонятное, очень довольно смутное такое видение. Так как я очень люблю писать для театра, не только серьезно классическую музыку, я очень люблю мюзиклы. Вот. Просто абсолютно такое детское счастье. Больше, чем я люблю смотреть мюзиклы, я люблю их писать. И вот я как-то чисто интуитивно чувствовала, что меня тянуло туда, где все это происходит. Откуда это исходило, в фабрику, где этим занимаются. То есть вы приехали шесть лет назад завоевывать Бродвей? Вот слово Бродвей у меня отзывалось. Нет, прежде всего я приехала не завоевывать Бродвей, а по нему просто походить. И подышать этой атмосферой, познакомиться с людьми, может быть, которые этим занимаются. И просто быть там, где вот Гений Мессе создавал такой музыкальный жанр. Мне это было очень важно. Познакомились? Да. Походили? Продолжаю, да. Продолжаете? Да. Шесть лет прошло. Значит, я так понимаю, что композиторская деятельность, деятельность пианистки, плюс к этому еще желательно написать пару мюзиклов для начала, которые завоевали бы Бродвей. Что, в этом направлении тоже что-то происходит? Есть какие-то... Да, вы знаете, мне очень повезло в этом отношении. Здесь существует такая, как ее назвать, воркшип на русском мастерске Бродвея, куда проходят на конкурсной основе, отбирают композиторов и писателей, поэтов-песенников, которые хотели бы этим заниматься. И эта организация, она существует уже больше 30 лет. И там были впервые разработаны мюзиклы, такие как Avenue Q и Next to Normal, из современных, если вы знаете, Nine, а еще раньше Chorus Line. Почему? Потому что люди, писатели и композиторы, там друг друга нашли, познакомились. То есть, Дина, я так понимаю, у меня, извините за вопросу жизни, то есть вы ногу в эту дверь вставили уже? Да, конечно, да, пару лет назад. Понятно. Причем я об этом совершенно случайно узнала. И мне показалось, что это действительно судьба, и вот жизнь меня так подвела. Потому что, когда я приехала, я именно просто ходила по Бродвею, смотрела на все эти вывески и думала, ах, как интересно. А скажите мне, пожалуйста, а как вас родители одну вот такого, как я понимаю, достаточно избалованного и достаточно еврейского ребенка отпустили в такой страшный город Нью-Йорк? Вы сбежали или закатили истерику? Ну, или как это вообще происходило, что вас отпустили одну сюда, и вы уже шесть лет здесь? Ну, театр победил. Кого? Родителей? И родителей в том числе. Ну, не то, что победил. Я думаю, что, особенно для моей мамы, которая, конечно, классическая еврейская мама, отпустить меня вот так, это был жизненный подвиг, который продолжается каждый день до сих пор. И я ей за это очень благодарна, потому что, да, они чувствовали, что меня уже было не удержать. Хорошо, что вы это сейчас сказали. Мама наверняка смотрит эту программу и думает, что все-таки... Мама большая поклонница вашей программы. Я тоже большая поклонница, просто у меня нет телевизора. Понятно, понятно. Передайте маме, что у нее хороший вкус. Обязательно. Дина, вы меня так растрогали, что я специально для вас и для вашей мамы сейчас покажу, как серьезный оркестр играет ваше серьезное произведение, а после этого мы продолжим серьезный разговор. Кстати, что это за оркестр? Это очень интересный камерный оркестр, который весь состоит из оркестрантов Метрополиентон-Опера, из тех оркестрантов, которых утомляет все время играть в оперу. Вообще, это один из моих наиболее любимых оркестров, и там потрясающие музыканты, я обожаю. Оркестр как оркестр, и музыкантов по одиннадцати. И дело в том, что они, каждый из них на момент прихода в оркестр, это наверняка солист, не наверняка, а действительно это солисты. И это бывает утомительно все время играть в оперы, даже если вы играете в Метрополиентон-Опера. Поэтому они создали оркестр. Чтобы что-то делать в свое удовольствие. Чтобы играть симфонию. Ну, и к их чести надо сказать, что они иногда играют премьеры молодых композиторов. И вот они обратились ко мне написать произведение. Смотрим и слушаем. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Послушайте, Дина, вот ответьте мне на один вопрос. Вы, наверное, людей ставите часто в неудобное положение. Да, вот я сейчас слушал вашу музыку, серьезная классика. Серьезные музыканты играют. Вот приходит такая модель с такими широко распахнутыми глазами. Такая красотка. И говорит, здравствуйте, я композитор. Наверное, все сначала смеются, да, и думают, что что-то не то. Вы людей вводите в заблуждение своим внешним видом. Вы не похожи на композитора. Даже музыканты знают, какой должен быть композитор. Вовсе не такой. Вы знаете, на мое счастье, чаще всего люди сначала видят ноты. Или слышат записи. Так они, наверное, думают, что пришел кто-то другой. Ноты один написал. Что они думают, я не знаю, но я обычно уже появляюсь и работаю с музыкантами потом. Ну, когда как, но в основном... Вам легко с ними работать? Вы знаете, музыканты, которые играют премьеры, мне никогда не было тяжело с ними работать, потому что я всегда знакомлюсь с ними тоже за глаза до того, как они что-то исполняют. И я точно знаю, что это будет хорошее исполнение. Мне это важно. И обычно это получаются очень хорошие контакты. Вам удается с самого начала заставить воспринимать себя всерьез, несмотря на то, что наверняка все, начиная от тромбонов и заканчивая последними литаврами, влюбляются в молодого композитора. Вам удается заставить относиться к себе серьезно как к профессионалу, а не просто как к девочке-вундеркинду. Вы знаете, я чувствую, что слово композитор напрягает, особенно на первой репетиции исполнителя. Так что я не знаю, что люди думают, когда они меня видят, но когда я начинаю говорить, что мне нужно, я не чувствую никакого ни ехидства, ни сопротивления, ничего такого не происходит. Для того, чтобы работать с оркестром, как работать, я, по счастью, не работал с оркестром, но я знаю, что такое работать в театре, и что значит работать с актерами. И с музыкальным театром в том числе. И в этом смысле знаю, что такое оркестр. Дин, для этого надо иметь железную хватку, железные нервы и, в общем-то, стальной характер. Потому что, чтобы вы мне не рассказывали о том, как вам проникаются, как вас любят музыканты, я вам все равно не поверю. Я знаю, что это такое. Если здесь нет уверенности, если нету стержня и нет железной хватки, ничего не сделаешь. Вы, тьфу-тьфу-тьфу, успешный композитор, работаете с хорошими музыкантами. Означает ли это, что под вашей ангельской внешностью скрывается нечто иное? И вы можете держать людей, музыкантов в узде? Вы знаете, я совсем не стараюсь никого держать в узде. Мне кажется, что... Я не знаю, как относятся к моим произведениям музыканты, которые играют это после премьеры. То есть те, которые просто берут произведение и играют без меня. Но сам факт, что они взяли произведение, говорит о том, что, наверное, оно им нравится. А те, с кем я работаю, просто я так не рассуждаю. И я чувствую, что люди привносят, наоборот, в мои произведения какие-то вещи, которые даже я не видела. Просто их талант исполнителей, он дополняет это. И мне кажется, что тот факт, что мы выбираем друг друга, он уже заранее, скорее всего, у меня просто есть какая-то интуиция, которая позволяет мне не держать людей в узде. Вы хотите, чтобы я поверил абсолютно в эту такую идиллическую картинку? Да, вот музыкантам ужасно понравилась музыка, композиторам очень понравились музыканты. И они в свое удовольствие фигачат, получают этого наслаждения от общения друг с другом. Никаких проблем не возникает, никто не лажает, никто не играет мимо нот, никто не опаздывает на репетиции. Дин, кому вы сейчас рассказываете эти сказки? Я понимаю, что сейчас вас слушают люди, с которыми вы работаете. Они вам потом скажут, Диночка, какая ты была умница, как ты хорошо про нас сказала. Дин, это не пройдет. Нет, я поняла, о чем вы говорите. Значит так, для этого у меня есть, если речь идет об оркестре, дирижер, который выполняет функцию не только дирижера, но и вот этого вот. Надсмотрщика. Надсмотрщика обязательно, конечно. И то, что касается театра, эту функцию выполняет продюсер и менеджер. То есть да, может быть я и не белая, и не пушистая, но так как у меня есть люди, которые выполняют эту функцию, мне это позволяет оставаться именно белой и пушистой, и говорить о музыке, о моей творческой задачи. То есть вам удачно, вот это уже другое дело, вот это уже ближе к теме. То есть вам удачно удалось сбросить эти функции, необходимые на других людей, которые с вами работают. Я бы сама, да, это необходимо, то, что касается, правильно, то, что вы сказали, выучивать партии, опоздание и такие вещи. Но да, я работаю с людьми, которые работают классной дамой. И так это работает. Ну это очень хорошо, если вам удалось создать такую ситуацию, при которой эти функции несут другие люди, и это позволяет вам оставаться белой и пушистой, так замечательно. Мне бы это не удалось. Я не умею ходить за людьми с топором или там с чем-то еще. А что вы умеете? Строить отношения так, чтобы все вас любили, и старались сделать так, чтобы вам было хорошо, и вы получали удовольствие от совместной деятельности? Ну я не думаю, что, во-первых, чтобы все любили, такого не бывает. Есть достаточно людей, которые меня не любят, но мне с ними нечего и делить, естественно. Это всегда все происходит вместе. Что я умею? Мне трудно сказать, мне легче сказать, что я не делаю, что я не умею, чем я не хочу заниматься. Чем? Я не умею в себя врать и не хочу. Я не терплю лицемерие. Я избегаю как огня людей, которых я чувствую, что они фальшивы. Даже немножко. Иногда мне это мешает, но мне кажется, что... Ну что же делать? Мы все покорствуем природе. Вот у меня такая природа. Спасибо за откровенность. Мне это приятно. Но это вас не спасет от следующего вопроса. Да, я чувствую, что вопросы эскалируют так. Они становятся все более личными. Ну так и должно быть. Вы же профессионал, вы же знаете, что беседа, как и музыкальные произведения, оно развивается по нарастающей. Никуда же от этого не денешься. Свои законы, они... Куда деться? Меня несколько насторожили. Знаете, какие сведения о вас? Я не зря начал с того, что вы и пианистка, и композитор. Вы как композитор показались, мне только не обижается на это слово, слишком всеядной. Я другого слова мог бы, конечно, найти более интеллигентно, но я специально вас злю. Значит, смотрите. Классика, литургия, романс, мюзикл, опера. Дина, а остался хотя бы один музыкальный жанр, не охваченный молодым композитором Пружанской? Дополно. Ну, например. Ну, например, Папса. А, ну подождите, какие ваши годы? Да нет. Сейчас натренируетесь на литургиях, потом будете Папсу штамповать. Только так, не слишком много всего. Я вам скажу, между всеми этими жанрами есть один общий знаменатель. Это все связано с внемузыкальным... И романс, и литургия, и опера, и музыкальный театр связаны с внемузыкальными видами искусства, с текстом, с театром. Я очень люблю писать для голоса. Поэтому... В разных его проявлениях. Именно для голоса. Поэтому отсюда идет и музыкальный театр, и арт-сонг, то, что называется, песня, и романс. Вам не кажется, что... Так что это не такой большой разброс, как вам кажется. Я понимаю. Тем не менее, вам не кажется, что если бы вы смогли сконцентрироваться на чем-то одном, а не идти одновременно во все стороны, наблюдая, где интереснее, где выгорит и где выстрелит, вы могли бы добиться еще большего, чем уже добились. Я совершенно ваши заслуг не отрицаю. Вы за шесть лет прошли совершенно удивительный путь. Давали тут интервью американским каналам. Хотя я допускаю, что композитор с такой внешностью мог вообще не писать музыку, чтобы вы пригласили на американский канал. Не сочтите за обиду. Или то, что вы играли в Карнеги Холл, то, что замечательные музыканты играют в ваши произведения и так далее, и так далее. Вы действительно добились многого. Но вы занимаетесь всем одновременно. Я понимаю, что вам, наверное, всем, во-первых, интересно. Во-вторых, я допускаю, что вы ждете, где будет больше отдачи, где больше выстрелит. Возможно, я не прав. Но тем не менее, если бы сконцентрироваться на чем-то одном, вот только на мюзикле, или только на классике, или только на опере, условно говоря, вам не кажется, что результат мог бы быть еще выше того, который сегодня есть? Ну, вы знаете, когда я работаю над каким-то большим проектом, да, вот вы сейчас видите, что вы пишете мюзиклы, но я же не делаю это одновременно в один и тот же день. Да, вот для меня, например, может быть, для кого-то, для каких-то композиторов это невозможно. Но для меня, например, работать параллельно над двумя операми невозможно, потому что каждая опера – это мир. Я сейчас начинаю работать, кстати, на первой своей опере, и я вот чувствую это, это огромное полотно, это мир, который намного больше, чем вы, и мир, который забирает у вас все. Но вы можете, скажем, поэтому я не могу написать две оперы, например, работать одновременно, но я могу писать оперу и написать какую-то небольшую песню кабаре при этом. Это портфолио, на которое вы смотрите, оно не происходит одновременно. Конечно, если я работаю над мюзиклом, а потом мы ставим его, даже если это маленький мюзикл, вот там детский мюзикл, недавно прошел русский, то, конечно, жизнь останавливается и на момент создания этого мюзикла, и тем более на момент продюсирования и постановки. Все остальное отходит на задний план. Но после того, что это заканчивается, я могу совершенно спокойно переключиться на какое-нибудь симфоническое произведение, и ничего странного я в этом не вижу. Симфонические произведения у вас тоже разные. Я хочу, чтобы мы посмотрели вместе с вами, дорогие друзья, еще один фрагмент, где госпожа Пружанская, которая очень удачно уже половину программы изображает из себя ангела с крылышками, просто занимается, на мой взгляд, натуральным, очень хорошим, несимпатичным музыкальным хулиганством. Смотрим и слушаем. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима, вы знаете, мне очень жалко, что наши телезрители, которые сейчас с удовольствием смотрели ваше музыкальное произведение, восполнение этого замечательного оркестра, не слышали нашего разговора, потому что вы показали свое истинное нутро. Я не помню. Да, вы сказали, что произведения вам музыкальные заказывают вовсе не за красивые глаза, хотя и что красивые глаза, как правило, наоборот, мешают. Вот, пожалуйста, об этом поподробнее, раз вы такая смелая. Ну, вы же только что сказали. Я так не сказал. Я сказал, что было бы вполне достаточно, даже просто, чтобы вы приходили на интервью, не написав никакой музыки, и все равно люди были бы довольны. А при этом еще пишите хорошую, как? А это совершенно не важно. Это не важно. Вы же знаете, как с певицей было, когда он говорит, ничего не поет, так ходи. Так что совершенно не важно. Кому что. Кому что. Так почему красивые глаза мешают, Дина? Ну, вот когда я говорила, что вообще все мои самые лучшие проекты происходили именно тогда, когда люди сначала видели ноты или слышали музыку. А потом уже на репетиции оказывалось, что вот это вот, бочком зашедшая девушка. Девочка, да. Это и есть композитор Дина Бружанская. Но, да, бывает, это зависит от людей. Бывает, что, ах, а вы еще и разговариваете, боже мой, да вы еще и музыку пишете. А что вы сегодня вечером делаете? Поэтому, да, это тоже бывает достаточно. Я всегда знаю заранее, что да, еще один разочаровавшийся человек, еще одна закрытая дверь, кстати, еще и не одна, потому что эта цепочка закрытых дверей, ничего страшного. Есть достаточно людей, которые смотрят сначала на ноту. Разве это не так? Разве это не доставляет? Разве это неприятно любой женщине, даже если это женщина-композитор? Что вы имеете в виду? Ну, я имею в виду такое мужское внимание и такое отношение. Но мы говорили о разных вещах просто. Ну, почему? Ах, вот, ах, нет. Ну, понятно. Когда люди ахают, это, по-моему, приятно любой женщине не в зависимости от профессии. Ну, ладно, это... В этом есть какая-то такая заранее какая-то такая снисходительность такая, что, а, вы еще и что-то делаете? А вам хотелось бы, что вас воспринимали исключительно как серьезного профессионала? Все вокруг, да? Нет, мне бы хотелось, чтобы людей не удивляло, что человек с большими глазами и длинными ногами может при этом еще писать музыку. И, по счастью, большинство людей это не удивляет. Но вот то, что вы сказали, иногда такие кадры попадаются, они очень быстро отходят. Сразу. Я когда увидел вот этот фрагмент, где девушка играет на бутылке из-под Коко-Кол. Это для детей. Да, я, знаете, что сразу... Почему я назвал? Это действительно хулиганство. Это хорошее хулиганство. Это примерно то хулиганство. Я вспомнил, как в свое время Богословский написал концерт для пишущей машинки с оркестром, если вы помните и знаете. Там пишущая машинка играет все время. Стук на пишущей машинке. Это, в общем, сродни этому. То есть, вы музыки похулиганить любите? Я люблю. Да, это проект для детей. И это... Там, наверное, в этом фрагменте это не видно. Нет, наверное, все-таки видно. Это для чтеца, солистки и оркестра для детей. И просто по сюжету там идет рассказ про такую маленькую девочку, которая до того, как она начинает играть на скрипочке, она играет на всем, чем попало. Вот такой шел рассказ. И поэтому я просто... Это, кстати, хорошая идея того, кто написал этот рассказ. Написал его замечательный ведущий радиостанции WQSR Роберт Шерман, с которым я познакомилась. Он пришел на концерт на Barge Music, где люди исполняли баханалии, ансамбль баханалии, и потрясающая совершенно израильская певица Мецисопрано исполняли мой цикл песен... песни-песни. Текст песни-песни. Он сказал, что ты знаешь, у меня есть рассказ детский какой-то совершенно дурной. Ну вот я подумала, может быть, ты что-то с ним можешь сделать. И я посмотрела на этот рассказ, мне он показался не дурным, а очень талантливым. И меня это вдохновило на такое мелкое хулиганство, которое вот детям нравится. Дин, а вы в основном пишете музыку по велению сердца или по заказу? Потому что приходят люди, говорят, госпожа Пружанская, вот есть 20, 200, 2000, 200 тысяч долларов, напишите нам, пожалуйста, ораторию. И вы говорите, половину сейчас, половину потом. Садитесь и начинайте работать. Или ночью осенило вдохновение, никакого заказа нету? Нет, конечно, я пишу на заказ. Но я стараюсь брать заказы, которые я чувствую, что я могу хорошо сделать. Понимаете? Эти заказы позволяют нормально жить в городе Нью-Йорке? Или вам приходится делать еще что-то? Ну, не приходится, но я преподаю, мне нравится преподавать. Заказы пока тфу-тфу не сглазить, это никто не знает. Вы знаете, это такая вот... Синусоид. Да, это такой синусоид. Последние годы он идет по нарастающей, я очень этому рада, я этому очень благодарна. Но я понимаю, я же не совсем человек абсолютно оторванный от реальности, я понимаю, что это не значит, что так будет всегда. Поэтому надо это осознавать, и у меня есть виды деятельности, которые я делаю постоянно, вне зависимости от заказа. Как вы попали на выступление перед президентом Италии? Какое вы имеете отношение к Италии? Ой, это такой анекдот. У вас что, жених итальянец? Что он делает? Не только попала на выступление над президентом Италии. Я там изображала итальянскую пианистку. Что вы изображали? Меня взяли там на роль итальянской пианистки. Итальянской пианистки? Да, вот так получилось. Да, это было очень смешно. Мне сказали молчать, улыбаться, и на все горит грация. Это произошло совершенно случайно, потому что по случаю 150-летия Италии в Нью-Йорк приехал итальянский президент. Перед ним по сценарию, замыслу консульства итальянского должен был выступать хорошо выглядящий итальянский представительный певец. В это время в Метрополитен выступал такой замечательный Сальваторе Личитро, тенор, очень такой красивый, и он оказался в Нью-Йорке. И ему должна была аккомпанировать какая-нибудь видная итальянская же пианистка. Но Сальваторе итальянскую пианистку забраковал, потому что ему что-то не понравилось. И им пришлось срочно искать замену. И тут вице-консул Италии вспомнил, что на концерте какого-то Рахманинова играла какая-то девушка где-то в Линкольн-центре Меркен-Холл, и он думал, что она итальянка, потому что она была очень похожа на итальянку. И вот так меня срочно разыскали и сказали, хочешь аккомпанировать нашему потрясающему певцу Сальваторе Личитро? Я говорю, конечно, я слышала его недавно, он замечательно пел в Тоске в Метропольте Матери. Хорошо, значит, ты будешь итальянской пианисткой и на все будешь говорить Грация. Но я говорила не только Грация, потому что Сальваторе, кроме того, что он замечательный певец, он еще оказался очень обаятельным, веселым человеком, он мне рассказал все, чему его научили русские певцы, выступающие с ним. Мы разговаривали на русском тоже. То есть, видимо, вы через итальянца узнали много русских слов, которые не знали раньше. Я правильно понимаю ситуацию? Совершенно верно. Ну, собственно, ничего удивительного. Я подумал, чему могли русские певцы научить Сальваторе, Тенора. Более-менее понятно. Да, кстати, да, немножко возгрустнуло, потому что его нет в живых. Он через пару месяцев после этого, он совершенно трагический и глупо погиб на мотоцикле. Он поехал на мотоцикле у себя, там где-то по Италии без шлема. И с тех пор я не сажусь на мотоцикл. Я, мне просто, недавно как раз мне приятель предложил подвезти, и я сказала, я не могу. Ну, такая вот грустная нота. Да, грустная нота, безусловно. Ну, теперь рассказывайте следующее. Что это за безобразие вы учинили с мюзиклом для детей? Зачем вам это нужно было? Откуда деньги? Почему это все происходит? Я видел фрагменты этого дела исключительно под рояль и под исполнение композитора. И что самое главное с этим будет дальше? Значит, это получилось, как-то выросло совершенно случайно. Просто у меня есть замечательная подружка. У нее есть замечательная дочка, которой она пытается приручить к русскому языку. Девочка читать и говорить на русском. Не очень любит, но девочка очень любит петь. И вот звонит мне эта подружка и говорит, Динка, напиши мне несколько песен для нее на русские стихи, на любимые всякие поэмы ее, Рината Муха, Маршак. Вот таким образом она пыталась приобщиться к ребенку. Потрясающе. Она была здесь у меня? Она гениальная абсолютно. И она одна из моих любимейших поэтесс и, конечно, потрясающий человек. И я как-то отмахнулась от этого сначала, но потом она, зная меня, поставила мне дедлайн на вопрос вдохновения. Ничто так не вдохновляет, как дедлайн. Она сказала, у ребенка день рождения. Я ей сказала, что тетя Дина пришлет ей несколько песенок. И мне пришлось сесть и прислать несколько песенок на следующий день. Они мне перезвонили, и ребенок в трубку мне пропел все эти песенки. Причем чистенько и замечательно, и очень так стараясь выговорить все эти русские слова. Это было так приятно услышать вот именно вот этого ребенка, что я увлеклась. Извертелась. И она написала еще несколько песен. И потом я действительно, вот как вы сказали, совершенно не знала, что с ними делать. Детские песни. Потом, через какое-то время, и я забыла об этом, через какое-то время я встретилась с певицей и продюсером Никой Леони, которая должна была петь мои романсы русские на концерте. И она сказала, вот мы разговорились, и она говорит, а что, если мы объединим эти твои детские песенки в такое музыкальное представление? Я говорю, ну как их можно объединить? Там у нас бегемотики, тут у нас карусель, там где-то мяч, там что-то еще. Это же совершенно разношерстные такие по тексту и по содержанию стихий, но она познакомила меня с режиссером и сказочником в полном смысле этого слова. То есть, в результате, в результате вам удалось это сделать? Давайте посмотрим маленький фрагмент, нарезку из этого вашего детского музыкла, а потом продолжим. «ПОДОЛЖЕНИЕ КОНГЛИЙ» «Да чего жили грибы и хомчатся по утрам? Шелестят босни и грибы лошадок на ветру» «Ой, ой, 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 ой!» «Ой, ой, 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 ой!» «Ой, ой, ой, ой!» «Ой, ой, ой!» «Ой, псой-цог, и ячь! Там, вот и скачь! Желтый таз голубой! Не, у нас это тобой! Я тебя лагу не хлопал, не скаталась в локотобу, Ты 15 лет подряд прыгал в лоней назад, А потом ты покатился, и назад не воротился, Покатился под вороном, дописал под вороном, Добавил папу для лесу! Хлопнул, хлопнул, вот и всё! Я парусник, 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 Мой братья побойки британских бригад, Эх, бурови мне! Пляж и парусник, но мноешь играет в атака ребят. Вы провода очаровательны, Что я подумал под красотиной, Стал тут же думать о окружности, О высшей степени ненужности, Что под прямых углом выходите, С другого к вас своих не сводите, А я вокруг, вращаясь с нежностью, О восходящей безнадежности. В арифметической прогрессии Растёт любовь моя под стрессами, Ну почему бы нам не подножиться, Деление потом приложится. В парке блест и красота, Широта и новгота. Он центральным назван неспросто. Он для взрослых для детей, Ну а выберет друзей! И в центральный парк скорей! Он для взрослых и детей, Ну а выберет друзей! И в центральный парк скорей! Дин, это все очень мило, симпатично и благородно. И дети чудесные. Я представляю, в каком они были в восторге участвовать в таком шоу. И родители просто наверняка носили вас на руках. У меня, извините, я человек приземленный, у меня вопрос не связанный с большим искусством. Вот вы сделали симпатичную работу. Сколько там детей занято? Там было четверо детей. И двое замечательных взрослых. Четверо детей, двое взрослых. Очень симпатичные. Там балерина еще, да? Да, это хореограф-балерина. Да, которая, видимо, там делала разводку, ставила хореографические номера. Ну, окей, значит, спектакль кругом-бегом, 5-6 человек, не такой дорогой, учитывая детей и так далее. Ну, вот сделали симпатично, мило всем понравилось. А что, нельзя теперь найти человека, чтобы это нормально одеть, обуть, и чтобы это шло не под клавиши, а под скрипку бубен и утюг, и попытаться каким-то образом, каким-то образом это продвигать. Ведь на самом деле это в какой-то степени может быть и ступенью к вашему завоеванию Бродвее. Пусть это детский, пусть это игровой, пусть это камерный, но это мюзикл. Почему? Вы имеете в виду, его нужно перевести? А почему нет? Почему не перевести? Почему не показать на одном фестивале, на другом? Если его нормально одеть, обуть и сделать инструментальный состав, почему нет? На это требуются не самые большие деньги. Ну, вашими словами, да богу в уши. Я не знаю, все зависит от бюджета, если будет бюджет. А кто-то этим может заниматься? Вы этим сами в состоянии заниматься? Я не в состоянии. Вы же мне только что рассказывали, что у вас есть директор, администратор. Почему они этим не занимаются? Это люди, которые, директор конкретного проекта, которым я занимаюсь. Оркестровое произведение этим занимается, дирижер, он же музыкальный директор. Ника Леони была продюсером конкретно этого проекта, но она занимается другими вещами тоже. Я не знаю, в этом отношении я полная балда и профан. В отношении того, как, что, куда продвигать. Мне кажется, каждый должен заниматься своим делом. Я не тот человек, который продвигает. Это очень хорошо, когда можно позволить себе заниматься своим делом. Мой учитель говорил, что режиссеров тысячи, директоров нет. Я думаю, то же самое касается и композиторов. Конечно, хотелось бы. Все хотели бы. Нас даже пригласили, я была поражена. Потому что нас пригласили еще раз, нас хотят еще раз в том же самом зале осенью, а это в Манхэттене, еврейский центр, вот этот большой GCT Манхэттен. И я, во-первых, я не знала, что на Манхэттене живет столько русских семей, но это я, я просто не знала. Но то, что они думают, что они наберут еще раз в тот же самый зал людей, которые, потому что люди выходили и говорили, что они хотят, чтобы их друзья посмотрели. И все актеры, конечно, хотели бы продолжать. И все создатели хотели бы, чтобы это имело какое-то продолжение. Но я вот здесь, я балда и полный профан. Я не знаю. Этот проект на тот момент поддерживался Каджев. Я вам такой задам вопрос из категории еще более глупых, чем я обычно задаю. Ну, мне просто интересно, потому что вот вы в начале пути, на самом деле, почти как у Селитова, в начале пути уже добились очень многого. Вы талантливый человек, при этом еще не сочтите за комплименты. И умный, и красивый, редко вместе совпадает. Ну, это не ваша заслуга, так, видимо, масть легла, или карты, или гены. Спасибо. А что вы хотите? Ну, вот вы здесь 6 лет пашите, как ненормальное. Делайте то, все это. Вот что вы хотите в идеале? Вы можете откровенно ответить? Чтобы несколько ваших мюзиклов пошли на Бродвей, и я приму этот ответ. И вы стали хорошо известной, хорошо оплачиваемой создательницей бродвейских мюзиклов. Это один ответ. Или второй ответ, я бы хотела, чтобы мои классические произведения играли лучшие оркестры, и дирижеры били друг друга по морде палочками, пытаясь перехватить музыкальный материал. Что вы хотите в идеале, Дим? У вас есть какая-то вот такая вот, о чем вы мечтаете? Можете поделиться? Потому что вы слишком много всего делаете. Я хочу понять, о чем вы мечтаете в профессиональном плане. А можно третий вариант? Можно. Мне бы хотелось, чтобы у меня всегда была и осталась возможность создавать, чтобы у меня осталось желание создавать, вне зависимости от обстоятельств. Понимаете? А создавать что? Писать музыку, прежде всего, композицию. И вот видите, вот сейчас, в середине передачи, вот я чувствую, что композиция... Действительно, я ответила на вопрос, который вы задали вначале, что перетягивает. Это действительно в последнее время перетягивает композиция. Хотя я работаю, и сейчас уже вышли в свет отдельно онлайн, и продолжают выходить, будет проходить проект Шопен, произведение Шопена. Ну, вот это пианистический проект. Вы не должны удивляться. Во-первых, это не середина передачи, а уже почти конец. А во-вторых, это пресловутое кольцо, которое присутствует и в театре, и в музыке. Закольцовывается беседа, закольцовывается спектакль, закольцовывается музыкальное произведение. Мы с этого начали, мы к этому пришли, каким-то образом раскрылись. Это тоже секреты композиции, хорошо вам знакомы. Дина, вы скучаете по Израилю? Да, конечно. Ну, конечно. Ну, что ж. Я стараюсь туда приезжать как минимум раз в год. Там вся семья. И иногда получается два раза в год. Израиль вообще очень важен для меня, как он служит таким камертоном, что ли. Он все мои системы, которые могут, кстати, поехать в Нью-Йорк и иногда едут, сносят. Так бывает, что вспомнить, кто я и откуда, откуда я вообще пришла. Вот для этого тоже я приезжаю в Израиль. И я прямо чувствую в первый же день, как вся духовная, человеческая система само собой приходит в норму. Вот это очень важно. Вы ощущаете себя израильтянкой? Наверное, да. Израильтянкой, живущей в Нью-Йорке? Или вы уже в какой-то степени ощущаете себя американкой, которая когда-то жила в Израиле? Я скорее космополит такой, скорее всего. Потому что мне трудно сказать именно относительно места, кем я себя ощущаю. Я говорю о себе, как об израильтянке, когда американцы меня спрашивают, откуда вы? Я сразу говорю, из Израиля, чтобы им было понятно таким образом, кто я. Понимаете? Хотя начинается, а почему русский акцент? Те, кто могут отличить это, если из Израиля. Друзья здесь или друзья там? Здесь какая-то образовалась замена вашей? Я ведь прекрасно понимаю, что люди, с которыми вы вместе росли, учились в Израиле, это гораздо более тесные связи, чем те, которые вы приобрели здесь. Кто здесь окружает? Тоже израильтяне? Американцы? Та компания ваша, или она вообще есть? Вы знаете, здесь у меня есть, слава богу, что есть, близкие несколько друзей, это смешанная компания, часть из них, это мои друзья из Израиля. Это большое счастье, потому что, когда я приезжала, я не знаю, как бы я, что со мной было бы, если бы не эти люди, которые просто оказались здесь раньше меня, которыми я училась, и эти близкие друзья, которые всегда меня держали и поддерживали, и продолжают меня держать. И, кроме того, я здесь познакомилась еще с несколькими людьми, которые осознают полностью, они знают, для меня это моя американская семья. Абсолютно так, да. И я не представляю себя здесь без поддержки вот такой. Дина, я не хочу вас расстраивать или, наоборот, радовать, но время мучений подошло к концу. Ну, почему же мучения? Ну, я не знаю, там, ответов на какие-то вопросы, может быть, не очень удобные и не очень приятные, но вы были откровенны, и я вам за это очень признателен. Так вот, оно подошло к концу. Вы знаете, чем заканчивается передача? Наверное, подготовились или нет? Или будете экспромтом? Вы имеете в виду... Стихи. Стихи. Да, да, да. Не, не возражайте, вы споете, но я как-то не нашел. Я не певец, а поет друг друга. Я не нашел в ваших отдамах, что вы еще к тому же и поете. Совершенно верно. С голосом проблемы. Ну, что ж, мы говорили о Ренате Мухе. Замечательно. Это прекрасно. И тем более мне очень обидно, что здесь ее знают не все, как ни странно. Это надо исправлять. Давайте исправляйте. Хорошо. Стихи про это. Всю ночь с темноты до рассвета на ветке сидела соба. И песню сложила про это. И песню сложила про это. И песню сложила про это. А утром забыла слова. Вот такой вот творческий процесс. Рената была вообще, конечно, просто удивительный человек. Она из последних программ. Ее, когда мы здесь с ней встречались. А, да, правда? Я до сих пор ее помню. Стихи ее гениальные совершенно. Ну, и, ну, подумалось. Не хотелось, а пришлось. Да. И так далее. Да. Жил человек полнеющий, а так вообще полнеющий. Да. Ну, вот видите, мы еще с вами хорошие дела сделали. Я могу целый день. Помянули, помянули хорошего человека, замечательного поэта Рената Муха. Дин, я вам очень благодарен за то, что вы брали время и пришли. Мне было очень приятно и интересно с вами познакомиться. Мне тоже. Спасибо. Очередной раз я убедился, что нету правил без исключений. Что красивые женщины могут быть умными и талантливыми. Хотя поначалу не хотелось в это верить. Я вам желаю радости творчества. Спасибо. Я вам желаю того, чтобы вы добились то, чего вы хотите. А я так понимаю, что главная ваша задача, это даже не состояться в привычном смысле этого слова, а заниматься тем, чем тебе нравится, в свое удовольствие, и чтобы можно было себе это позволить. Вот так немножко коряво, но по сути, наверное, верно. Вы выразили это намного лучше, чем это выразила бы я. Абсолютно верно. Вот это я вам и желаю. Так что будьте счастливы. Спасибо. Спасибо вам. Дорогие друзья, наша сегодняшняя программа подошла к концу. Спасибо, что вы в этот час были с нами. До встречи через неделю. И будьте, пожалуйста, благополучны. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok